Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики и гости канала. В сегодняшнем видеоролике я хочу рассказать и познакомить вас с тем, что на российском рынке появились семена махровой бегонии японской селекции. Для тех, кто любит бегонии и выращивает их из семян, это, конечно, находка. Данные семена вы можете приобрести в нашем интернет-магазине «Цветочные мечты» Ссылочки я оставлю, как обычно, внизу под этим видео и в закрепленной теме. Перейдя по ссылочке, вы сразу попадете в раздел с семенами бегонии и можете заказать вот этих прекрасных красавиц. Я вам показываю пока только новинки японской селекции. Также у меня есть и другие сорта бегонии, но мне именно хочется показать вот эти вот новиночки. Очень меня заинтересовала новинка – это бегония клубневая «Фортуна Пинк». Вот так вот она выглядит. Она хороша тем, что кустики у нее высотой всего лишь 20 сантиметров, плотные очень такие короткие цветоносы, причем на толстых стеблях, и сидят вот такие цветки диаметром где-то 10 сантиметров, ну в среднем. Это все, конечно, будет зависеть от того, как вы их вырастите, то есть условия, полив, подкормки. И вот этот вот сам диаметр цветка, он может у кого-то быть чуть больше, у кого-то чуть меньше. Но само растение очень компактное. И вот эта вот бегония клубневая «Фортуна Пинк», она зацветает раньше всех клубневых бегоний на 10 дней. И вот имеет вот такую насыщенную розовую окраску, и лепестки у этой бегонии волнистые. Очень красивые бегония. Я думаю, что те, кто выращивает бегоний, это будет просто достойнейшим украшением вашего сада, балкона или даже просто подоконника. Поэтому обратите внимание на вот такую новиночку. Также обратите внимание на бегонию. Это уже бегония вечноцветущая. Она идет с махровыми белыми цветами на зеленой листве. Очень нарядная. Цветочки прям вот такие аккуратные, махровые. И высота растений у этих растений 20 см, а диаметр 30 см. Это первые махровые вечноцветущие бегонии из семян. И преимущество этой группы гибридов является устойчивость к неблагоприятным условиям и способность к самоочищению. То есть вам не нужно ходить собирать вот эти цветочки. Они самоочищаются, что тоже очень важно. Если такие характеристики ранее были только у вегетативных сортов, то сейчас уже появились, как я вам показываю, бегонии именно из семян, которые можно вырастить. Семена, конечно, более доступны, чем вегетативный материал. И бегонии достаточно просто можно вырастить, посеяв семена просто на поверхность субстрата. Субстрат берете специально для бегоний. У меня также, вот когда я сеяла, именно был вот этот субстрат для бегоний. Я уже не раз вам показывала почвобрикеты, которые есть также в нашем интернет-магазине. И вот сейчас в продаже почвобрикет бегоний, он также есть, вы можете приобрести вместе с семенами. Ну, а вот эта вот пачка, она, видите, в ней смесь и белые цветы, и красный, и розовый. Смесь окрасок. В упаковке по 4 семечка. Все характеристики также описаны, если вы перейдете по ссылочке и нажмете на интересующую бегонию, все характеристики, сколько семян в упаковке написано. И также в магазине указаны все цены на бегонии. Поэтому, кто желает вырастить такие красавец, приобретайте, потому что это новинка японской селекции. Вот такие красотки. Ну, еще хочу вам показать тоже это бегония клубневое лето в Петергофе. Ну, это не скажу, что это новинка, но я ее как бы увидела впервые и ввела в ассортимент интернет-магазина. И мне очень понравилась она тем, что это изумительная смесь крупных соцветий. Растение высотой здесь уже 30-35 сантиметров, в отличие от вот этой бегонии фортуны пинг. Эти бегонии повыше, также очень мощные они, и они с толстыми побегами. Цветения у них обильные, цветы крупные, похожи на цветы камелий, густомахровые, и вот такие вот имеют оттенки, и желтые, и оранжевые. То есть в смеси вы встречаете различные оттенки. Причем вот в этой смеси 15 семян. Вот, поэтому здесь уже вы, конечно, получите красные, розовые, желтые, и оранжевые. И эта бегония называется «Лето в Петербурге». Также в ассортименте магазина имеются «Ампельные бегонии» серии «Шансон», очень известная серия, очень, в принципе, она легко выращивается, серия «Шансон». Как и все бегонии, как я уже еще раз хочу повториться, что семена вы просто раскладываете на поверхности грунта, не заделывая их в землю. И температура почвы для прорастания желательно плюс 20-22 градуса. Проращивание семян длится у бегонии до 21 дня. Так что я думаю, что скоро уже начнется какой-то посев на сезон 22 года, и вот эти семена уже как бы пора приобретать. При том, что вот эта элитная серия японской селекции – это серия в ограниченном количестве, поэтому лучше приобретать сразу, как только вы увидите этот ролик, потому что семян не так много. И, соответственно, вот сейчас они есть в наличии, а дальше неизвестно, потому что эти очень востребованные бегонии, конечно же, все хотят их, безусловно, вырастить такую красоту. И вот эти бегонии японской селекции, они на подобии вегетативных. То есть все вот эти характеристики, не обязательно приобретать вегетативный материал, тем более не у каждого есть такая возможность. Многие все-таки по моему опыту, по тому опыту, что я общаюсь с своими покупателями, с людьми, коллекционерами, просто садоводами, многие предпочитают именно вырастить из семян. Растения из семян более устойчивы, то есть они сразу адаптируются к вашим условиям, потому что вегетативный материал не всегда приходит, к сожалению, здоровый, качественный, и иногда приходится его просто лечить. А бегонии, те, кто выращивает эти растения, знают, что они подвергаются очень достаточно часто грибковым и бактериальным заболеваниям. Не забываем после всходов проливать растения при икуром Energy. Те, кто смотрит мои видео постоянно, я уже рассказывала именно в ролике про астры серии хризантела при посадке, когда всходы взошли, и уже после того, как вы высаживаете растения на постоянное место, проваливаете при икуром Energy, или можно пролить вот таким вот фунгицидом Stricar, и тогда вы сразу тем самым делаете обработку, профилактику, скажем так, и уже вот эти какие-то грибковые заболевания не прилипают к растениям. Это тоже очень важно. И вот тот почвогрунт бегонии, который я вам рекомендую, в нем также растения хорошо развиваются, потому что он обеззаражен, и уже там нет никаких патогенных микроорганизмов. Поэтому тоже это очень важно именно в тот грунт, в тот субстрат, в который вы сажаете, сеете или вообще как бы пикируете свои растения. Надеюсь, что видео для вас было полезным. Желаю здоровья вам и вашим растениям, и увидимся с вами вновь!